Всем привет! Вы на канале Покашеварим и сегодня вас ждет что-то вкусное. Мы приготовим фрикадельки в луковом соусе. Начнем с мяса. У меня вот такой кусок классной говядины. Сделаем фарш. Я хочу избавиться от пленок, потому что даже в фарш не стоит это добавлять. Пленки и жилы, они сделают блюдо жестким. Ну, в принципе, хватит. Давайте я возьму где-то половину килограмма мяса. Это примерно вот такой кусок. Нарежу на удобные кусочки для мясорубки. Вот, фарш пока оставляем. Он нам пригодится чуть позднее. Теперь сделаем соус. Он довольно простой. Чистим морковь. Натираю морковь на терке. Чеснок измельчу. Добавляем маслица и обжариваем. Сначала лучок. Можно сразу добавить чеснок, чтобы он вкус отдавал. Я пожарю минуты 4 до прозрачности лука. Мне не надо из него делать прям карамельный. И добавим морковь. И будем обжаривать, пока морковка не станет мягкой. Ну, тоже, я думаю, минут 6 хватит. Я добавляю немного муки для загущения, чтобы соус был обволакивающий. Вместе все перемешиваем. Немножко добавим вина. У меня белое сухое. Дадим прокипеть минутку, чтобы алкоголь выпарился. И столько же кипятка. 100-150 миллилитров. Добавим соли. Черного перца. Накроем крышкой и оставим минут на 20. Пускай там все это томится на небольшом огне. Тут время не особо важно. Возвращаемся к мясу. Хлебушек. Замочим. Пусть он впитает молоко. Можно пользоваться водой. Непринципиально. Возьмем петрушки. Хорошенько измельчим. И добавим к фаршу. Добавим одно яйцо. И слегка отожмем хлеб. И тоже добавим к нашим фрикаделькам. Хлебушек это как абсорбент. Он не даст лишней сочности вытечь из фрикаделек. Хорошенько солим. Еще хочу. Добавляем перчика. И вымешиваем фарш. И вымешиваем фарш. Подбивайте немножко. Все отлично. Фарш мягкий. И при этом держит форму. Все как надо. Берем фольгу. Очень удобно пользоваться фольгой. Крайне крутая штука. Рассыпем вот так вот муки. Потому что наша задача сейчас фрикадельки обвалять. Будем обваливать на фольге. Сформируем одинаковые размеры кусочки. И скатаем шарики. Таким вот образом встряхиваю лишнюю муку. Чтобы она не горела у нас в сковородке. Вот раз, 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 раз. Покатали и зашибись. Нам их надо сейчас обжарить. Чтоб схватились. И потом дотушить в соусе. Соус потушился минут 10. Можно снять с огня. Он нам не нужен. И занять комфорку. Фрикаделька. Сковородка. Растительное масло. Обжариваем сначала с одной стороны. Потом переворачиваем. И уже со всех сторон будем обжаривать. Так, фрикадельки у нас обжарились. Теперь мы их протушим. Поэтому возвращаемся к соусу. Пробьем блендером. Заливаем. И теперь под крышкой протушим минут 20. Котлетки станут бомбические. Фрикадельки, в смысле. Ай, нанэ, нанэ, ребятушки. Во, смотри. И что мы в конце делаем? Мы в конце просто вот так вот красиво зафигачиваем зеленушкой. Это зеленушка-петрушка называется. Вот. И все. Даем немножко подостыть. И можно прямо из сковородки. Божественная тарелка фрикадельек. В классном соусе. Давайте пробовать. Феноменально мягкие фрикадельки. Из-за того, что мы добавили туда хлеб. Да, это может быть немножко там любители мяса и говядины скажут. Да зачем ты портишь говядину? Блин, ну я не знаю. Ну вот в таких вот блюдах домашних, типа котлеточки, фрикадельки, ну надо добавлять хлеб. Ну потому что хлеб, он впитывает в себя влагу. Он не дает вытекать всем соком. Он и молоко впитал, но мы его чуть-чуть отжали. Соответственно, у него запас втягивания появился. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, поэтому хлебушек это в тему. Какие пропорции хлеба добавлять, это уже дело каждого, конечно. Вот. Но мне кажется, вот здесь где-то 100 граммов на 500 граммов мяса, это нормально абсолютно. То есть, ну получилось очень мягко, очень клево и сочно. Что касается соуса. Соус получился интересным. Он сладенький, чем-то напоминает немного там тыквенный суп, допустим. Это что? Это хорошо, я люблю тыквенный суп. В нем чувствуется лучок, в нем чувствуется кислинка от вина, которую мы добавили. То есть, это в принципе очень гармоничный соус. Плюс, из-за того, что это все пропаривалось там в течение получаса, котлетки тоже насытились этими ароматами. Зашибить, фрикадельки, фрикадельки. Очень вкусное блюдо. Готовить, в принципе, может немножко заморочено с этими блендерами. Может быть и не стоит. Но попробовать рекомендую. Сделайте. Огонь получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова